В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Конкурсы красоты. Они бывают не только для очень высоких и до безумия стройных. В проекте «Краса Евразии» принимают участие девушки реальных параметров. Лейтмотивом финального шоу стала знаменитая сказка о красавице и чудовище. Это проект как о внешней, так и о внутренней красоте. Это внеформатный проект. Это не 90-60-90. Никаких выходов купальников в нижнем белье в рамках данного проекта нет. Наши проекты отличаются тем, что мы действительно вкладываемся в них и у них действительно крутой призовой фон. Потому что у проекта «Краса Евразии» главный приз это уикенд во Францию. И девочкам, безусловно, это понравилось нашим участницам. Ну как же тема любви без Парижа? Поэтому решили сделать такой главный приз. Чтобы попасть в финал, участницы посещали мастер-классы и воркшопы, осваивали подиумный шаг и разучивали танцы. Эмоции, новые знакомства. Ну и, конечно же, главный приз – корона и Франция. Это мечта моего детства – побывать во Франции. На самом деле, внутри буря эмоций. Просто сдерживаюсь, как могу. Просто феерично. Оценивали выступления финалистки и победительницы других проектов, которые на личном опыте знают, каково это – выступать на публике. У нас есть участницы не только из Челябинска, но еще и из Екатерины Булуга. Минимум одна дева приехала для того, чтобы показать себя, на что они способны и чему они научились в течение этих нескольких месяцев. Многие конкурсантки показали себя с лучшей стороны. Спор о том, кто все-таки станет главной победительницей, очень жаркий. Я вот сейчас на данный момент даже не могу сказать, кто из участниц является фаворитом, потому что мнения несколько разделились. И вот эта сказочная атмосфера, она прям требует, чтобы наградили многих. Но, к сожалению, это невозможно по условиям и очень сложно жюри сегодня. Каждая из них бесподобна. Мы с девочками знакомыми были уже на мастер-классе, который они у меня посещали, поэтому я уже заочно их всех полюбила, потому что те люди, которые действительно ищут в себе новые границы, бесподобные эмоции меня вызывают. Было легко. Сначала было сложно на этапе знакомства. Далее после знакомства, конечно, было легче, и они уже репетировали без меня, что мне было очень-очень хорошо. Вот. Как, девочки, как вы думаете, кто победил? Есть варианты? Наталья! Я не ожидала этого. Я, если честно, вот знаете, да, есть красная нить желаний. Я ее одела и загадала желание выиграть. Она на днях у меня порвалась. Я не поверила в это. Я думаю, блин, неужели это правда? И когда назвали сегодня мое имя, у меня слов нет. Я вообще, я очень счастлива. В нашем реальном мире так важно иметь возможность хоть на один вечер представить себя героиней волшебной сказки. Именно поэтому уже само участие в проекте приносит массу положительных эмоций. Кстати, регистрация четвертого сезона уже открыта. Заявку на участие в проекте можно отправить на сайте красаевразии.рф Вторая половина мая – это время экзаменов. У школьников это обычно русский и математика, и другие предметы. У студентов, артистов – это отчетные концерты и спектакли. А у будущих специалистов в сфере гостеприимства – это торжественный прием и обед. Чемпионат мира по футболу, юбилей Высоцкого, ностальгия по Советскому Союзу и джазовые импровизации. Объединяет все эти темы экзамен в высшей школе сервиса и туризма. За четыре дня студенты сдают экзамены по теорию, по сервису и по кухне. Последние два проходят в форме приема реальных гостей. Посмотрите на наших студентов. У них же у всех жизненные планы, и эти планы уже не знают границ. То есть очень многие собираются уезжать не для того, чтобы просто уехать. От плохой экологии, от каких-то проблем с экономикой или с уровнем жизни. Они просто хотят путешествовать, они хотят быть свободными. И тем более, что карьера отельера это позволяет делать и путешествовать по миру, работать в сетевых отелях в разных странах. Креативные умы высшей школы представили джаз в формате высокой кухни. Эту идею также творчески поддержали их родители. Джаз, он везде джаз. Он и в обеде его можно сделать, и в танцах, и в жизни. Джаз, по-моему, им удалось. Все, была замечательная подача. И сами они ведут себя под джазом. Когда я чищу большую рыбу, такую жесткую работу я делаю под рок. И вот так вот можно перенести на кухню джаз. И вот таким образом можно найти что-то в блюде, то, что станет ассоциацией с джазом. В наши дни, когда все вокруг оцифровывается и автоматизируется, претерпевает изменения и концепции ресторанного сервиса. Завоевать гостя просто вкусными блюдами становится все сложнее. Если вы хотите работать в индустрии гостеприимства и быть специалистами в этой сфере, вы должны работать, как будто вы живете и работаете в условиях экономики впечатлений. Про простой пример. Когда человек заказывает бутылку вина, если просто продать бутылку вина в парадигме экономики услуг, то просто вам официант перенесет бутылку вина, откроет ее, а скорее всего откроет где-то в бэке ее, откроет, нальет вам, бутылку поставит и уйдет. Как подавать вино в парадигме экономики впечатлений? Сегодня, в частности, вы это видели. То есть это презентация бутылки, это деконтировочная корзинка, или это кулер, где лежит охлажденная бутылка холодная вина, это полотенце сервировочное, на котором вы эту бутылку показываете. Если это деконтация вина, что тоже очень просто, но это очень впечатляет. Возглавляет экзаменационную комиссию Геральт Казербахер, владелец ресторана в Австрии, представитель отельной школы Зальцбурга, по стандартам которой учатся студенты. Я первый раз в России и в Челябинске. Я был действительно впечатлен сегодняшним перформансом. Образование и высокий уровень знаний студентов действительно впечатляют. Эти ребята готовы к дальнейшей работе и жизни после окончания. Жизнь меняется, мир меняется, меняется сервис, но по-прежнему важно остаться искренние гостей применства. Если вы позитивны, вы понятны и приняты в любой точке мира. Лет 10 назад, когда первая и единственная школа сервиса в Челябинске выпускала своих студентов, достойное применение их знаниям находилось только за рубежом. Сегодня ребята нарасхват в лучших отелях и ресторанах, в том числе и в нашей стране. Ведь здесь уже сегодня преподают все то, что еще только будет востребовано в индустрии гостеприимства. Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Мастер-класс по прическам. Непринужденная беседа и теплая атмосфера. Так началась вторая встреча участниц проекта «Рожденные побеждать». Все внимание было уделено вопросам по уходу за волосами. Сегодня мы будем рассказывать о том, как делать укладки, как правильно пользоваться стайлинговыми средствами, ну и даже такие элементарные вещи, как просто правильно помыть голову и правильно нанести уходовые линейки. Каждая девушка приметила для себя несколько лайфхаков, о которых не знала раньше. Ну, то, что как можно мыть голову, ну, по-другому. Пока я немножечко капельку накапал, помылил немножечко и смыл, а потом уже повторно тщательно смываем. И если в прошлом сезоне девушки преображали себя внутренне и внешне с помощью психологов и стилистов, то в этом году к партнерам конкурса добавился профессиональный тренер-реабилитолог, который знаком с процессами реабилитации, в том числе и на своем опыте. Вообще в реабилитацию я попал после того, как сам себя реабилитировал. Скажем так, у меня была очень серьезная травма. Мне так врачи сказали, что 50-50, будешь ты ходить или не будешь. Накопился определенный хороший багаж знаний. Это будет индивидуальная программа для каждой девушки. Если будет возможность у девушки посещать какой-нибудь тренажерный зал, то эта программа будет написана под тренажерный зал. И программа тренировок, скажем так, в домашних условиях, хотя бы для того, чтобы грамотно могла поддержать свое не только функциональное состояние, но и укрепить мышечный корсет для того, чтобы не было никаких в дальнейшем проблем. На этом сюрпризы от организаторов не заканчиваются. В этом сезоне они решили подарить одной участнице полное внешнее преображение. В рамках проекта мы предусмотрели одну из участниц сделать для нее преображение. То есть это полноценный комплекс услуг, направленный на то, чтобы ее переодеть, сделать новую прическу и изменить ее в финале уже до неузнаваемости. Репетиции финала конкурса начнутся только осенью. А пока продолжается серия тематических встреч, ближайшая из которых будет посвящена нумерологии. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. И если цветочные мотивы в моде – это многовековая история, то изображения насекомых относительно недавние. Долгое время божьи коровки украшали исключительно детскую одежду. Присутствие их в сегодняшнем моде можно объяснить популярностью чистого красного цвета. Более нежная и деликатная тема бабочек также встречается в коллекциях этого сезона. В их изображении участвует не только принт, но и объемные элементы, создающие 3D-эффект. Тема номер 3 – птицы. История моды знает и их фантазийные, и райские, и вполне реальные, не уступающие в красоте подвиды, которые неплохо смотрятся как сами по себе, так и в сочетании с цветочным орнаментом. Животные в качестве принта также бывают разные. В нашем случае это графичное изображение хищника, создающее оптический эффект. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Сони Кривой 30. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция – курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово-159. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...